Сегодняшняя акция собрала многих московских писателей, которые вышли выразить свой протест событиям в Новороссии, где незаконная, нелегальная, нелегитимная киевская хунта осуществляет геноцид против собственного населения, которое всего-навсего хочет жить в нормальном государстве, где не притесняют людей по их этнической и национальной принадлежности свое право на историю, на собственный язык и на возможность самоопределения. Как известно, 11 мая прошел референдум, в котором приняло участие почти 100% населения Новороссии, где люди сказали свое категорическое «нет» киевской хунте и выступили за отделение от территории бывшего государства Украины. В результате референдума народного извлевления произошло призывание Крыма. Чем отличается референдум в Донецке от Крымского? Почему эти 7 миллионов, 88 тысяч, 165 человек хуже уровнями или рангами, вышли лицом? Почему их присоединение нелегитимно? По-хорошему, может быть, нужно объявить Донецк, область, Луганск, зону гуманитарной катастрофы и организовать централизованный ввоз, может быть, целыми колоннами продуктов, в том числе сейчас, судя по сообщениям о нарушении водоснабжения, электроэнергии, высокая вероятность, что в такую жару начнется эпидемия, и медикаменты точно потребуются, так же, как и чистая питьевая вода. А вот у вас к кому обращен этот плакат? Вообще-то это обращен плакат, скажем так, ко всем россиянам. Как реагируют россияне, проходя мимо? Ну, честно говоря, смотрят, хотя бы уже хорошо, что смотрят. Я думаю, все в курсе и, соответственно, понимают, что сейчас уже мирная жизнь исчезла. Пока на Украине такое творится, мирной жизни уже нет. Это по сравнению с терактами, это все гораздо серьезнее. Если он уж получил у Совета Федерации разрешение, говорил, что когда будут людей бежать на Украине, убивать, что он вступится. Ну, пора уже вступаться. Уже убили очень многих. А вы ходите в войну, чтобы мы втянулись? Нет, я не хочу, чтобы мы в войну втянулись. Я хочу, чтобы тех, кого убивают, тех спасли. А вы смотрите, почему бы Путину сейчас не пойти и не предложить им? Мы вам сохраним вот ту скидку, которая была на газ. Кому? А почему вы все переводите на деньги опять? Ну, надо как-то начать договариваться. А вы уйдите оттуда и начните переговоры. С кем договариваться? Надо, чтобы перестали стрелять в людей, понимаете? И надо беспробовать все. Вы считаете, что если бандитам дать денег, то они станут лучше? А вот ваша футболка, вы за вежливых людей или против них? Естественно, за вежливых людей. Я точно не знаю, кто именно были эти люди, но в любом случае это те люди, которые выступили в защиту интересов русских людей, поддержали население Крыма. Крым, как известно, присоединился, вернулся в Россию без единого выстрела, без единого какого-то конфликтного момента. Ну, естественно, что эти люди были готовы пожертвовать своими жизнями. И сейчас в Новороссии говорят, что тут ужасно не хватает вежливости, подразумевая, конечно же, вежливых людей. Вот вы уже успели прочитать, что написано на вашем плакате? Там написано «Путин в виде войска». Спасибо.